Россия готовится к ядерной войне с НАТО. С поиском предлога в Кремле не парились. Якобы Альянс собирается нанести ядерный удар по России. Госдума РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний. Глава Русской Православной Церкви ФСБшник Гундяев заявил, что ядерное оружие России помогал создавать БО. А Путин утверждает, мол Россия желает мира, но есть нюанс. Мы все готовимся к войне, потому что следуем известному принципу древнему. Хочешь мира, готовься к войне, но мы исходим из того, что мы хотим мира. Что на сей раз кроется за ядерными угрозами Путина и готова ли Россия действительно применить ядерное оружие. Глава Минубийства РФ Шойгу утверждает, якобы страны НАТО готовятся к ядерному удару по территории России. Мол, войска Альянса регулярно проводят крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта. В частности, отрабатывают применение ядерного оружия с помощью авиации США и ядерных сил НАТО. Также Шойгу обеспокоен, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину количество войск НАТО в Восточной Европе и странах Балтии выросло в 2,5 раза и превысило 30 тысяч человек. Это, по его мнению, представляет угрозу для России. Тактической целью России в войне против Украины является попытка зафиксировать результат, сохранить контроль над захваченными оккупированными территориями и снизить остроту непосредственно военного конфликта, потому что ресурсы России истощаются. Как заставить Запад пойти на некий компромисс? В России ищут пути. Один путь – это глобализация войны по всему миру, в других горячих точках. Другое – это угроза применением ядерного оружия. Россияне используют классическую модель эскалации Германа Кана. Это лестница эскалации. Ее несколько доработал и выдается своего имени Сергей Караганов. И непосредственный элемент этой лестницы эскалации – это угроза применения ядерного оружия. Очевидно, что не НАТО угрожает России, а Россия угрожает ядерной войной всему миру. Но в Москве не уверены, что их старые ядерные боеголовки в рабочем состоянии, их нужно проверить. Поэтому Госдума РФ отозвала ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Вот ответы. Этот документ был одобрен 10 сентября 1996 года. Резолюции Генассамблеи ООН и открыты для подписания всеми странами мира. Договор подписали 186 стран, 178 из которых его ратифицировали. Вот эта двойственность – это путинский стиль. Он, с одной стороны, угрожает, показывает, что у него ядерный арсенал и что он может нарушить правила, но он готов договариваться. Вот эта двойственность, которая и раньше была присуща Путину, а сейчас он пытается возобновить вот этот стиль общения с Западом. Но раньше это работало. Запад реагировал, к сожалению, на эту двойственность и пытался договариваться с Путиным, играя по его правилам. Сейчас я не вижу реакции со стороны Запада, потому что, во-первых, никто не будет играть сейчас по путинским правилам. И отдавать Украину в обмен на то, что Путин якобы будет соблюдать правила. Он уже столько правил нарушил, в частности по Украине, что не факт, что он будет соблюдать правила, которые касаются договоров 30-летней давности. Главной целью договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний является ведение запрета на наземное, подземное, атмосферное, подводное. Короче говоря, любые испытания ядерного оружия в мире. Однако ряд стран, в том числе США и Китай, его не ратифицировали. Именно этот факт Россия использовала в качестве предлога для выхода из договора. Еще давным-давно мы подписали и ратифицировали, а американцы не ратифицировали. И чтобы привести к единому знаменателю, президент допустил возможность отзыва этой ратификации. Само решение Государственной Думы об отказе от ратификации конвенции, оно на самом деле ничего не значит. Конвенцию не ратифицировали ни Соединенные Штаты, ни Китай. А в последние 30 лет большие государства не проводили физических испытаний ядерного оружия. То есть за последние 30 лет реальные взрывы производили Пакистан, Индия и Северная Корея. Более того, Дмитрий Песков заявил, что решение Государственной Думы никак не предполагает подготовки к проведению испытаний. Поэтому это лишь очередной месседж. Но в любом случае это месседж опасный. И Россия продолжает играться с угрозой всему миру, потенциальным применением азерного оружия, арсенал которого в распоряжении России в самой большой в мире. За 5 десятилетий от первого сброса атомной бомбы в 1945 году и до согласования договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в мире было осуществлено более 2000 ядерных взрывов. По данным ООН, после того, как в сентябре 1996 года договор был открыт для подписания, было проведено еще около 10 испытаний немирного атома. Сегодня угроза возобновления таких испытаний выросла в разы. Тем более, что в Кремле не скрывают готовиться к ядерной войне. Когда на сегодняшний день мы говорим, что война будет безъядерной, мы, наверное, лукаем. Надо будет готовиться ко всему. Несмотря на то, что Россия отозвала ратификацию договора, она остается в другом, похожем соглашении. В так называемом Московском договоре 1963 года о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, космическом пространстве и под водой. Разница в документах лишь в том, что один запрещает испытания везде, а второй – московский. Оставляет возможность испытывать ядерное оружие под землей. То есть, теоретически, Россия может проводить испытания на своей территории под землей. А вот в воздухе, как недавно предлагала пропагандистка Симонен, взорвать термоядерную боеголовку над Сибирью, Кремль сдерживает обстоятельства, хотя верить Москве себя не уважать. Поэтому отзывам ратификации этого договора, а я убежден, что наши коллеги нас все поддержат в этом, мы побуждаем Соединенные Штаты ответственно относиться к своим обязанностям, как участникам договорного процесса. Вот год назад это было очень актуально. То, что происходило потом, это скорее угрозы. Угрозы распаковать вот этот условно-ядерный чемоданчик и как бы намекнуть, что, мол, в случае чего мы можем применить ядерное оружие. Или что конфликт может быть глобализирован. И возможность начала новой гонки ядерных вооружений. Вот угрозы касаются именно этого. Причем это угроза, которая касается демонтажа той договорной системы сдерживания ядерных и стратегических наступательных вооружений, которая была сформирована в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот в этом смысл. То есть Путин угрожает демонтажем договорной системы. Еще за несколько месяцев до отзыва ратификации договора Россия начала готовиться к ядерным испытаниям на Новой Земле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на спутниковые снимки. На полигоне были проложены новые тоннели и дороги, построены склады. Наблюдалась повышенная активность транспорта. Официально последние взрывы на Новой Земле производились в 1990 году. То, что на Новой Земле ездят бульдозеры, расчищают площадки, заезжают новые военнослужащие и что-то делается, это может быть как демонстрация активности. Это как на замороженной стройке привозят новый бульдозер и показывают инвесторам, что все не пропало, давайте деньги дальше. Но в то же время это может быть и реальное приготовление к проведению ядерных испытаний. Это, конечно, повысит градус противостояния во всем мире. Специалисты говорят, технически возможность проведения подземных ядерных испытаний у России есть. По данным ООН из всех стран мира, только Франция еще в 1990-х закрыла и демонтировала все свои полигоны для испытаний ядерного оружия. И сейчас, вот как раз когда Путин поднял эту тему, один из братьев Ковальчуков, которые близки к Путину, входят в его такой, я бы сказал, ближний питерский круг, его друзья еще по Петербургу. Вот Михаил Ковальчук, он возглавляет Курчатовский институт, ядерный институт. Вот он и предложил, а давайте, мол, возобновим испытания на новой земле. Поэтому тема обсуждается. Если Путин ее использует вот так риторически для и запугивания Запада, и в то же время предложения о торгах по ядерной тематике, то Ковальчук это всерьез говорит. Я думаю, что он, как военные, так и физики, которые работают в военных программах, они всегда, за редким исключением, они всегда готовы играть в эту игру до бесконечности. Это их профессиональный интерес. Ядерный потенциал России безбожно пиарит даже глава русской православной церкви Гундяев. Сексот утверждает, мол, создать ядерные боеголовки помог бог. Если бы не работа Курчатова, Ради Ивановича, их коллег, собратьев, то трудно сказать, существовала ли бы наша страна. Они создали оружие под покровом преподобного Серафима Саровского, потому что по неизреченному божьему промыслу это оружие создавалось в обители преподобного Серафима. Благодаря этой силе Россия осталась независимой, свободной. Это игра, внутренняя игра в ядерный шантаж и демонстрации того, что вот у нас есть супероружие. Поэтому мы Запада не боимся, и в случае чего мы сами можем это оружие применить. Это для внутреннего употребления. Вот я имею в виду прежде всего патриарха с его этими заявлениями. Как бы он же понимает, ему нужно о себе напоминать. Он уже оправдывал и освещал войну против Украины. А теперь как бы надо идти дальше. Он присоединяется, он же следит внимательно за тем, что говорит Путин. Он видит, что Путин сейчас ведет такой специфический диалог в кавычках с Западом по ядерному оружию. Вот и он решил к этой теме присоединиться. Решение Москвы отозвать ратификацию ядерного соглашения может обрадовать союзников Кремля. Например, Северную Корею и Иран, которые заинтересованы в свободном развитии своих ядерных программ. В то же время испытания важны также для США и Китая. Во время своего недавнего визита в Китай Путин появился на публике с так называемым ядерным чемоданом, даже с двумя. Один, сами понимаете, для чего, мало ли, диктатору приспичит. Второй, вероятно, ядерный. Есть такие чемоданы, без которых не обходится ни одна поездка Путина. Намекнули на кремлевском пропагандистском ресурсе Риа Кремлин Пул. То, что во время редкого визита Владимира Путина за рубеж, притом знакового визита в Пекин, в кадре появился ядерный чемоданчик, это, конечно, еще один довольно тонкий, на самом деле, психологический информационный ход, напоминающий о том, что в любой момент президент Российской Федерации может принять роковое для мира решение и нажать ту кнопку, нажатие которой боится весь мир. Ядерный чемодан, известный как Чигет, назван в честь одноименной горы на Кавказе и является портативным терминалом автоматизированной системы управления стратегическими ядерными силами РФ. Считается, якобы у главы Генштаба и министра обороны России есть такие же терминалы. Российский ядерный чемодан традиционно носит морской офицер, который по пятам ходит за президентом РФ, хотя редко попадает на камеры. Но если он все же попал в кадр, вряд ли это случайность. Подобный чемодан, так называемый нюклеар футбол, также есть у президента США. Там хранятся коды, которые президент использует для подтверждения подлинности приказа о запуске ядерных ракет. По данным Стокгольмского института изучения проблем мира, Россия обладает арсеналом из почти 4,5 тысяч ядерных боеголовок, из которых 1674 размещены на носителя. США на втором месте в мире по общему числу боезарядов. 3708. Но опережают Россию по боеголовкам, готовым к применению. Их у американцев целых 1770. Судя по заявлениям Шойгу, Россия собирается воевать не с одними Соединенными Штатами, а со всем Североатлантическим Альянсом. Но, похоже, даже Путин понимает, Россия не ровня НАТО. Конечно, потенциал объединенной организации НАТО и Россия не сопоставим. Мы понимаем. Но мы также понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав. Эксперты говорят, сторонники ядерных испытаний есть во многих странах мира. Специалисты, которые создают это оружие, хотят проверить работу своих изделий на практике. Однако страх перед применением ядерного оружия тоже очень велик. Ядерная война пугает всех, кто мыслит адекватно. А учитывая, что в мире появляются все новые очаги нестабильности, опасность применения ядерного оружия становится более острой. Запад четко отслеживает реальные угрозы. Он отделяет, условно говоря, реальные проблемы с ядерным оружием, с угрозой ядерного оружия со стороны России от пропагандистских мух типа Симоньяна и прочих. Поэтому проблема есть. Потенциальные угрозы, риски со стороны России в этом плане не существуют. К сожалению, их надо принимать во внимание. Но сейчас это скорее где-то пропаганда, рассчитанная на внутреннюю аудиторию. И попытка, угрожая, принудить Запад или подтолкнуть Запад к переговорам по широкой глобальной тематике. Могут, давайте восстанавливать систему международной глобальной безопасности. Но для того, чтобы договариваться, вы должны пожертвовать. Пожертвуйте Украине. На такие условия Запад не пойдет. Тот факт, что Россия начала полномасштабную войну на европейском континенте в 21 веке, уже сильно нарушила мировую стабильность. Еще более нестабильным мир стал после нападения террористов Хамас на Израиль, который хоть и по неподтвержденным данным, но все же может иметь ядерное оружие. Если Россия таки начнет испытания, она откроет ящик Пандоры, на этот раз ядерный. Мы ничего не можем гарантировать, к сожалению. Но в том-то и проблема, что нажимание ядерной кнопочки кем-то вызовет такое же нажатие с другой стороны. Это тоже путь к взаимному уничтожению, просто в локальных масштабах. Я приведу конкретные примеры. Индия и Пакистан, которые враждует уже давно, собственно говоря, после ухода Великобритании, после разрушения британского владычества над Индией, когда были созданы два самостоятельных государства, Пакистан и Индия, вот с этого момента они враждуют. Было несколько войн между ними. Напряженность сохраняется на границе. У обеих государств есть ядерное оружие. Но они даже намека себе не позволяют на использование этого ядерного оружия друг против друга. Последние два года ядерный шантаж присутствует в риторике Кремля регулярно. 28 февраля 2022 года, спустя четыре дня после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, Путин объявил, мол, переводит силы сдерживания в режим особого боевого дежурства. В марте 2023-го диктатор приказал перенести часть тактических ядерных боеприпасов РФ на территорию Беларуси, которая граничит с Евросоюзом. Хотя оба этих действия скорее демонстрация, чем реальная угроза, они накалили обстановку в мире. Сейчас же, в связи с тем, что Россия проиграла и маневровую войну, и спецоперацию, и все виды конвенциональной войны, да, возникает угроза того, что российская армия может применить тактическое оружие в том или ином месте, или же использовать взрывы на ядерных объектах для поднятия уровня эскалации и предоставления неких политических требований. Именно поэтому в формуле мира Владимира Зеленского ядерная безопасность является одним из ключевых положений. И как раз по этому пункту у нас есть полное понимание не только с западными союзниками, но и с Китаем, Индией, новыми ядерными странами. Все-таки мир хотел бы и дальше владеть ядерным оружием исключительно как оружием сдерживания, оружием обороны, а не последним аргументом в неудавшихся войнах. Эксперты говорят, утверждать якобы мир на пороге ядерной войны пока рано, но ситуация может измениться в любой момент. В уже очевидном противостоянии России к НДР и, возможно, Китая против США нажать на кнопку могут и другие ядерные страны. Ядерное оружие есть, но угроза его применения может иметь такие ужасные последствия, что все-таки пока это является главным сдерживающим фактором. Риски есть, к сожалению, но все-таки есть понимание того, что это обоюдные риски. Вы можете применить это ядерное оружие против своих противников, но вы сами неизбежно, причем почти сразу же, станете объектом ядерного поражения. И вот это пока действует как сдерживающая сила. Извиваясь как уж на сковороде, Россия всячески пытается запугать цивилизованный мир, чтобы он прекратил помогать Украине отражать вооруженную агрессию РФ. Но на этот шантаж никто не ведется, хотя и внимательно следят за ядерным безумием Кремля. Ведь сегодня мир столкнулся с неадекватным диктатором, который проигрывает на поле боя в Украине. От него можно ожидать чего угодно. Если же Путин таки применит ядерное оружие, это будет последнее, что он сделает в своей никчемной жизни. Ответный удар будет мгновенным.